С 16 по 18 февраля спортивный комплекс «Дружба» принимал третий тур детской юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой». Среди девочек 2011 года рождения и шесть команд из Минска, Жлобина, Гродно и Витебска, конечно же, Мозыря, в круговом турнире определяли лучшую дружину тура и набирали очки за счет турнирной таблицы «Перест». Как и положено, на состязании подобного ранга состоялась церемония открытия тура. На ней были сказаны приветственные слова и приятно, что на сей раз детской юношеской волейбольной лигу почтили своим вниманием не только руководители спортивной школы нефтеперерабатывающего завода, но и отделы спорта и туризма Мозырского районного исполнительного комитета. Да, действительно отрадно, что мы сегодня принимаем республиканские соревнования. И надо сказать, что практически каждый зал в Мозыре соответствует требованиям для проведения соревнований различного уровня. Школа «Жемчужина Полесья» задает хорошую планку по развитию волейбола, поэтому сегодня получилась очень насыщенная игра. Игры продолжаются, эмоции, которые показывают дети, их желание победить, заставляют завидовать даже взрослым. Как всегда в центре события директор спортивной школы Мозырского нефтеперерабатывающего завода Владимир Иванович Хомутовский. В этой группе у нас играют шесть команд в Республике Беларусь. Две команды Минска, Гродно, Витебск, Жлобин и Жемчужина Полесья. Ну, хочу сказать, что наши девочки даже немножко отстают в плане, у нас пятый класс играет, спецкласс, а там девочки в основном шестого класса, которые уже занимаются больше. Но так или иначе, они сегодня одержали первую победу у Витебска, получили три очка. В финал выходят четыре команды из шести, ну, надеемся, еще будет один тур предварительный в Витебске. Ну, посмотрим, как еще игры здесь, поэтому, если наши девчонки уже в этом сезоне сумеют выйти в финал четырех, ну, это будет сравнить подвигу. Про турнирную поступь нашей команды мы еще поговорим. Пока же обратим внимание на болельщиц. Они играли на этом туре видную роль. Мне здесь очень нравится, я считаю тоже, ну, обязательно нужно поддерживать мою команду. Мы всегда готовим плакаты, кричим с депуны, это всегда помогает девчонкам, поддерживаем. Поблагодарив Ефросиню и ее подруг по жемчужной группе поддержки, заметим, что не глядя на юный возраст, 12-13 лет, девочкам уже важно играть. В том числе и такие многоэтапные турниры, как детская юношеская волейбольная лига, мяч на тетке. Вы знаете, соревноваться уже нужно было два года назад. И мы, в принципе, делали это, но на том уровне, на котором они могли. То есть это был сначала пионербол, мяч на тетке, летающий мяч, мы называем его. А потом уже в прошлом году мы начинали с мини-волейбола. И сейчас в этом году мы вышли уже, игра 6 на 6, похожая на взрослый волейбол. Оксана Георгиевна – одна из лучших волейбольных наставниц нашей страны. Представляет спортивную школу волейбольного клуба «Минск», которая в последние годы не знает нужды в подрастающем поколении. Девочки почти что двухмиллионной столицы нашей страны с удовольствием осваивают азы волейбола. А для самых способных девчат этот спорт со временем становится делом всей жизни. Ну, занялась волейболом я три года назад, получается, меня звели за родители, мне понравилось, я сказала, что буду заниматься дальше. Я хотела бы попасть в какую-нибудь команду женскую и сыграть на каком-нибудь чемпионате мира. Отметив, что «Минск» представляли две команды, скажем, что после двух туров в Витебчанке шли на первом месте. И тем приятнее была победа нашей дружины, представляющей специализированный 5-й Е-класс средней школы номер 14 с дюшер Мозорского НПЗ «Жемчужина Полесия». Этот тур мне очень понравился, потому что мы с девочками уже более собраны стали, мы стали увереннее в себе и, думаю, мы выиграем все остальные игры. Когда Вероника говорила о победах, то это казалось не более чем радужной надеждой. Начинающие спортсменки, ведь доселе эта команда в двух турах одержала только одну викторию. Плюс еще одна, вышеупомянутая, над командой Витебска, но вот дальше. 2-1, повержена Гродно, 3-0, уверена «Жемчужина Полесия» переигрывает соперниц из Жлубинского центра Олимпийского резерва. 2-1. Победа над второй командой Минска во главе самой Оксаной Георгиевной Боденко. Причем решающий сет 31-29. И только в последнем матче наша дружина уступила первой команде Минска 1-2. Но в результате, по итогам тура именно подопечные Юлии Константиновны Дубровской и Елены Ивановны Мудрогели выиграли третий тур, четырежды победив и набрав 11 очков. Второе место у первой команды Минска. Третье место за областной сдюшор имени Александра Николаевича Сапеги. Это Гродно. Четвертый результат волейболистки Витебского областного клуба по игровым видам спорта. Пятое место. Вторая команда с дюшор волейбольного клуба Минск. Шестые волейболистки Жлобина. А следующий четвертый тур планируется в апреле в Витебске. И там нашей команде предстоит повторить свой спортивный подвиг и завоевать место в финале четырех, куда отбирается квартет лучших волейбольных команд Беларуси, сформированных из девчат 2011 года рождения. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ